Продолжение следует... 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 и рейдерские атаки, которые были совершены под прикрытением главных структур. Фермеры очень благодарны нашим ребятам, что они не только на фронте, а и в тилу действуют так, как правильно действуют в таких условиях. Мы оцениваем это как политические рекреації, как повернение до практики еще радянских времен, временем Сталина, Брежнева и других радянских лидеров. Нам не удивно, что так не трапляется, потому что наши силовые структури это нащадки КДП и НКВС. Мы пришли так же сказать, чтобы хлопцы наши в оцегаре это почули, что мы их не кинемо, что мы будем стоять за кольца и обовязково их витягнемо из СИЗО. Мы пришли под посольство Соединенных Штатов Америки с намаганием передать соответствующего листа от лидера нашего руха, в котором описываем все события, которые стали с нашими побратимами. И честно вказуем, что подчас президентства Петра Порошенко начали політичные репрессии. Слава Украине! Героям слава! Слава нації! Смять городам! Украина! Бонаду все! Украина! Бонаду все! Украина! Бонаду все! Користуючись нагодою, хочу відмітити такий факт, того, що тут стоять сеться національної галерні України, рассказать то, что я нещодавно прочитав в поисковой зублении. Один из подписывающих сфотографировал в музее Национальной гвардии Украины и то, что там в середине находится. Дуже удивительно, но у меня такое впечатление, что это не музей Национальной гвардии Украины, а это не Киев, что это Москва и музей НКВС и КДБ. Там повсюди розвешены пропори славных в лапках дивизии, бригад, войск НКВД, которые отзначились как раз в том числе, когда продолжение мафранского движения в 50-х годах на Украине. Там преславляются рицарьи Плеща и Кинжала. И коты украинского народа, которые сотни тысяч украинцев-патріотов и привезли миллионы украинских патріотов до Сибири, до лагеря. Что на это можно сказать? Такие музеи, во время управления председентов, они выховали как раз тих перкутов, которые, по-зверчайному, били и вбивали мирных протестувальников на Майдане. И прослеживается такая, мне точка шок, и Петра Алексеевича Порошенко, как главнокомандующего, как у президента Украины, они тоже пытаются сделать из Национальной гвардии внутренние войска, вырастить новых перкутов, которые будут без железа с мигами, кайдантами, ручницами бить и убивать наших патріотов. Хочу обратить внимание, что во время украинско-российской войны на Сходе наши три побратима остались живы и вернулись домой. Дружигал, например, вышел из Иловайского котла и вывел с собой до трех десятков побратимов. Он не сдался, не сдались его побратимы, а вышли с боями в тилу. То же самое касается и Хаммера, и Бека. Так вот, что выходит, что тех ребят, которые не убили или не взяли в баллон российские агрессоры, наша влада руками сепарей, больших милиционеров, которые служили до войны в Донецкой области, судья, следов, их руками гратуют и катуют. Я не боюсь этого слова, потому что нечасно надана медичная дополога Другбеку, это сравнивается к катению. Я считаю, что методы нашего президента похожи с методами, которые применяется сейчас Путин для своей опозиции, хотя она и малочисельная. И прослеживается связь между принципами и идеями и Путина и Порошенко. Мы все считаем, что это люди, для которых их только один лозунг. Гроша и влада понад все. Мы не миримся с этим. И наш Року вызволения вышел на мирную акцию, которая уже продолжается третий месяц. Все знают, что военный табор Року вызволения уже стоит на улице Грушевского под Верховной Радой. Наш протест чисто мирный. Мы не хотим никаких заворожений и негараздников, так как у нас есть сильный внешний враг. У нас сейчас идет война с Россией. Как бы это ни малювали и Путин, и наш президент, что это гибридная война. Это правильная война. Для Петра Алексеевича, может, это и гибридная. И для людей, которых он собрал под свое крыло. Бывших ригов, бывших коррупционеров, которые при Януковича и предыдущих президента крали, грабили и брехали нам весь час. Он их собрал под свои знания и использовал в своих трудных делах. Мы никогда не смиримся, мы никогда не станем клепаками. Бо наш лозунг один – это лозунг Степана Бандери. Если между хлебом и волей выбираешь хлеб, остаешься и без хлеба, и без воли. Хочу нагадать также тем старшим людям, которые нас слушают. В этот раз нас выховали, ну, когда коммунисты нас выховали, не важно там коммунисты, коммунисты они были или нет, но в 30-х годах нам доносили такий лозунг, который как бы належал до Лореси Парурею. Краще померти стоячи, чем жить на коленах. Мы согласны с этим лозунгом. И в тот же час мы нужны люди и хотим мирно по возрастам захидной демократии изменить такого президента, его точнее изменить, сделать так, чтобы в нашей стране, как и в странах захидной демократии, был единственный принцип. Принцип права помады все. И мы за этот принцип готовы стоять столько, сколько нужно, до перемоги. До того времени, когда наша Украина станет не формально независимой, а действительно независимой европейской страны, куда мы идем. и мы все обовязково добьемся. Еще раз вернемся до посольства США. и мы просим, чтобы вы вышел представник, чтобы мы передали лист с описанием того, что произошло. это не наши вимоги, просто мы доведем до відома послев захидных государств про ситуацию, что произошло на Украине, и про наявность политических репрессий, и наявность политических уязвий. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Если кто хочет еще выставить, пожалуйста, братья. Они видят, слышат. Это же посольство США, это же не российское посольство. Там можно в день стоять, и никто не выйдет, заховывается и все. Я хочу... О, этот раз. Какая украина. Носи к краевы. Вormичем. Носи к краевы. Носи, Носи. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...